коллеги добрый день диалоги рителя продолжает свою работу и сегодня говорим о персонале тема сложная многих она затрагивает и торговой сетью ашан в лице директора по персоналу дарьи деминой начнем такой разговор дарья здравствуйте наталья добрый день добрый день дорогие друзья тема действительно сложная персонал обсуждают практически всех разговорах и хочу для начала уточнить сколько людей сейчас работает в ашане какой территории закрывает торговая сеть какую территорию сейчас торговая сеть закрывает сколько объектов вам требуется внимательно смотреть с точки зрения персонала да действительно машан ритейл это сеть которая состоит из нескольких форматов у нас есть гипермаркет и супермаркет и всего 231 магазин и в россии мы присутствуем более чем 100 городах также у нас есть отдельно выделена логистика и есть мясопереработающий завод в тамбове у нас около 30 тысяч сотрудников и в целом это большая такая диверсифицированная компания как по вашим оценкам изменилась ситуация с рынком труда в двадцать третьем году и какие у вас есть ожидания в двадцать четвертом улучшится ли ситуация конечно контекст рынка он был очень сложный в две тысячи двадцать третьем году что мы все почувствовали если раньше мы наверное боролись за персонал например среди конкурентов ритейла то сейчас остро ощущалась вот эта борьба межотраслевая когда предприятие из различных разной сферы бизнеса боролись за персонал что в общем то это побудило мы видели перетоки персонала квалифицированного когда какие-то компании предлагали зарплату в два в три раза дороже и тут же более там квалифицированный персонал в один момент переходил в другую отрасль соответственно что терял ритейл например там в производственных должностях да мы теряли ту же квалификацию что приводило к потере производительности и сейчас мы видим что все сферы все бизнесы говорят об эффективности о том как вернуть производительность если говорить про такие обострившиеся проблемы то есть вот вот условно вот самые сложные вещи с которыми вам в первую очередь приходится работать но обострившиеся вещи наверное все мы привыкли планировать да и в целом всегда у нас стратегии выстраиваются на бюджете на каком-то анализе рынка вот за 2023 год мы поняли что такие стратегии больше не работают и теперь нужно чуть ли не вот в режиме каждого дня каждой недели чувствовать что происходит на рынке труда какие изменения и для этого конечно нужны технологии анализ больших данных различные системы моделирования для того чтобы быстро реагировать и принимать решение это основной вызов с которым столкнулся весь ритейл и не только все отрасли это бюджеты какие-то дополнительные которые требовались на удержание персонала и здесь конечно вызов в том что ты не имеешь большой базы бюджета чтобы единовременно во всех там регионах повысить зарплату кратно здесь нужно действовать все-таки точечно где-то на микроуровне анализировать где сейчас самая серьезная ситуация в каких-то отраслях должностях и регионах чтобы принимать эти решения конкуренция за персонал есть ли в этой конкуренции какие-то позитивные стороны которые позволили найти новые возможности для развития чар направления и вас как человека который уже многие годы занимается подбором и работой с персоналом позитивные стороны конечно есть всегда и во всем мы так работаем по другому нельзя наверное одна из сторон в том что конечно же бизнес ощутил вот эту вот стратегическую мощь ресурсов персонал да если раньше мы все больше говорили о талантах что нужно удерживать сейчас все почувствовали что вот массовый персонал линейный персонал наши такие рабочие профессии они очень важны и каждый стал их думать о том а что еще сделать для того чтобы вот в том предприятии где люди работают было комфортно поэтому конечно это способствует и развитию бренда и повышению стратегической роли и чар хотя ваша ваша на действительно и чар он всегда выполнял роль бизнес-партнера был близок к процессам сейчас мы стали еще ближе для того чтобы вот так сказать синхронно помогать бизнесу реализовывать поставленные цели дарья а сколько лет вы в компании работаете и как изменялся ваш карьерный путь я в компании работаю уже более 16 лет до для рынка кажется очень такой достаточно длительный строк но вашан это всегда происходило очень динамично каждые три-четыре года я меняла позиции и по сути посмотрела разные форматы я работала и в гипермаркетах в супермаркетах в сервисных службах также и в различных проектах все это было в рамках функции и чар и очень близко к бизнесу поэтому сейчас тот опыт который я приобрела вот в ходе своего карьерного пути в компании мне действительно очень помогает принимать взвешенные решения как директору по персонала учитывая разные стороны и аспекты вопросов но возвращаясь к тому что вы посмотрели много у меня в прошлом году была возможность посмотреть в регионе как работает ашан в частности мы были в нижнем новгороде и для меня как раз наблюдение как работает директор гипермаркета было очень интересно потому что у него тоже функция чар очень такая яркая он все время говорил про ценности он все время говорил про людей а как вот этот момент трансформировался у вас за эти годы тоже да ну вот в рамках каждой отдельной функции или там не каждый именно от централизации где централизация как это происходит вот сейчас именно и чар функции на людей но в целом в бизнесе всегда были остаются неузменными три фокуса это персонал управление и собственно результаты здесь ничего не поменялось и поэтому такая ролевая модель нашего директора конечно она в зависимости от формата может быть отличной но тем не менее всегда персонал у директора функции занимал такую весомую роль и у нас вся политика и чар построена на таком годовом цикле сотрудника вот в ходе которого есть и личные встречи с руководителем и мы много говорим о развитии выстраивая карьеру и вот эта близость близкий менеджмент у нас эта часть днк компании и здесь я бы сказала что это осталось неизменным что менялась с точки зрения функции чар раньше у нас была больше децентрализация в гипермаркетах у нас были так скажем такие даже сказать мини директора на местах в каждом магазине были большие штаты и чар но далее мы провели такую глобальную трансформацию естественно это происходило не в один год но в двадцать первом году мы централизовали многие функции чар и у нас на местах теперь есть чар бизнес-партнеры зачастую в одном лице для того чтобы помогать бизнесу быть рядом но при этом многие функции они перешли в такой централизованный подход чтобы он был единым чтобы транслировать какие-то единые ценности ориентир компании конечно же так работают не все форматы эти изменения происходили в гипермаркетах но другие форматы такие как супермаркеты это уже более централизованные форматы и здесь когда тебя централизованный решение ритейл решение какие-то они принимаются быстрее легче вот и это вот то что мы проходили за это время вы обозначили что вы сами работаете давно и также я встречалась с людьми которые действительно давно в сети находятся какой процент людей если есть такая информация ну скажем так свыше 10 свыше 15 лет работают компании ну вот свыше 15 сейчас цифры не назову а вот свыше пяти лет у нас целом 45 процентов от штат людей это люди со стажем свыше пяти лет ну и вообще для ритейла наверное знаковая такая цифра не только для ритейл но и для других отраслей что у нас средний стаж одного сотрудника составляет более пяти лет вот это весомая для нас цифра где-то 24 процента это наши новички новые сотрудники да которые к нам приходят в течение года остальные это уже более опытные кадры это говорит о том что все-таки бренд работает для сотрудников является ценной та культура которая есть в компании и действительно есть отклик который мы видим на рынке мы в этом году не в этом году в том мы запустили проект снова вместе по возврату наших бывших сотрудников и представьте что более 1700 людей к нам вернулся компанию да это те люди которые с нами ранее работали там средний стаж свыше трех лет таких людей и люди захотели к нам вернуться прийти снова работать вашан для того чтобы быть вместе с нами с нашей корпоративной культурой и для нас действительно это говорит о том что бренд работает и важно продолжать его развивать об этом говорим чуть ранее уже упомянули что два в три раза повышение цены ну и повышение зарплат заставляла там некоторых людей все-таки уходить вот руководство все-таки было готово оперативно поднимать зарплаты в тот момент когда там может быть ключевые сотрудники или очень важные или вот сотрудники которых сложно заменить ну все-таки уходили вот как реакция была какие были решения расскажу как мы этим управляли где-то сентября мы создали антикризисный комитет на котором еженедельно принимали решение где какая ситуация в каких регионах какие сейчас должности находятся в наиболее вероятности риска ухода и точечно здесь инвестировали дополнительный бюджет чтобы людей удержать в этом году у нас также была запущена премия для сотрудников линейных наших и плюс мы дополнительные меры организовывали для удержания в конце года именно для вот категории линейных сотрудников в части технологий уже немножко упоминали какие возможности в управлении персоналом сейчас дает искусственный интеллект такая популярная тема сейчас да действительно очень популярная тема расскажу о наших практиках где мы уже стали использовать конечно это для медиа контента у нас тоже есть ашан тв где мы периодически снимаем какую-то информацию ролики для того чтобы доносить важные такие сообщения ключевые для наших сотрудников вот у нас там уже появился искусственный интеллект который и озвучивает какие-то тексты и картинки генерит и контент потом также обширно используем в рекрутменте для голосовых ботов для цифровой системы телефонии где в общем-то искусственный интеллект может подбирать наиболее удобные алгоритмы как зависимости от взаимодействия с кандидатом рекрутеру лучше выстроить диалог например или перенести там дату встречи и так далее плюс в нашем блоке по обучению мы тоже сейчас используем искусственный интеллект для генерации контента конечно чем сложнее уровень обучения тем более сложности все таки пока вызывает еще искусственный интеллект понятно что это не панацея и у искусственного интеллекта должен быть хороший учитель который правильно задает посылы что конкретно мы хотим получить и только в этом случае есть вероятность что контент будет удовлетворяющий вот но мы в самом начале и конечно мы тоже используем и тестируем разные модели будем продолжать и смотреть как это может нам облегчить жизнь вы чар и в целом в бизнесе смотрите широко да вообще на самом деле использование новых технологий это очень важно но вот вернусь вернусь вернемся к нашей классике да именно там деньги или бренд вот если мы говорим все таки как вернуть людей или как притянуть людей вашу компанию уже упомянули вот этот проект первых как появилась эта идея вот вернуть людей да и все таки вот результаты проекта и как его дальше планируете продолжать проекта снова вместе который уже упоминала но это одна из частей наверно маленьких наших мероприятий что мы делаем для того чтобы быть открытыми к разным категориям сотрудников потому что здесь подводили итог когда тавашан мы даже говорили так что если ты уходишь обратно дороги нет подумай насколько сейчас твое решение да может повлиять на твое будущее сейчас мы абсолютно изменили свою позицию мы готовы как раз таки кто экспертизе лояльных людей которые знают как у нас внутри как все работает какие у нас команды какие взаимоотношения и есть перспективы рост развития и просто применение своих талантов и делаем ставку на этот проект и в этом году у нас на самом деле не только этот проект будет работать но и много других категорий сотрудников мы хотим охватить у нас например есть достаточно многочисленная популяция мамочек которых около двух тысяч у нас в компании и мы тоже хотим посмотреть в эту сторону предложить наиболее интересные контракты для наших сотрудниц находящихся сейчас в декретных отпусках и так далее вот и здесь конечно для нас важно выстраивать некую такую инклюзию по отношению к разным категориям потому что все эти категории они требуют индивидуального подхода как мы обращаемся к нашим бывшим сотрудникам как мы будем задействовать наших мамочек у нас работают также сотрудники с особенностями здоровья и здесь это для нас отдельная категория у нас около 800 человек таких в целом компании здесь какой бренд какой путь выстраиваться для каждой категории вот это вот вызовы рынка который сейчас есть и те наверное направления ключевые для нас в компании но в целом если говорить про бренд для нас это стратегический фокус начиная с 21 года мы выделили для себя это как стратегический проект на уровне компании это важно подчеркнуть то есть это не выбор и чар это выбор в целом нашего бизнеса и значит что весь бизнес участвует в этом чтобы развивать бренд и здесь почему для нас это важно потому что сейчас бренд играет не только для сотрудников но это и наши внешние какие-то категории аутстаффинг аутсорсинг сейчас развивается тема самозанятых и даже самозанятые принимая решение куда им выйти они ориентируются на бренд и значит бренд он становится таким неким гигиеническим фактором наверное такой базовой необходимость чтобы попасть в фокус кандидата чтобы на основе бренда любой человек мог сказать а у меня вот такая ассоциация сашан мне там понравилось может быть как покупателю или как сотруднику и я действительно хочу выйти именно туда поэтому другое такое направление мы все таки сращиваем понимание бренда клиентского и бренда сотрудника у нас есть перспективы развития так скажем выхода на наших потенциальных сотрудников в том числе и через покупателей вот но об этом рассказывать пока не буду у нас тоже есть свои секреты и планы даря являюсь покупателем торговой сети ашан да и действительно когда ты приходишь когда я прихожу в магазин вот это ощущение улыбки комфорта как получается сохранять но все-таки не простых условиях да эту улыбку людей в магазинах именно персонал улыбка для нас наверное часть культуры да я понимаю чем вы говорите когда-то в компании ашан принес на рынок у д д с плюс и начиналось все с улыбки как раз обслуживание на кассах наших покупателей но на самом деле все идет изнутри от сотрудников для нас остаются неизменными ценности про открытость нашу и открытость она и к покупателям и внутри какой-то новой информации это ценности совершенства что мы хотим всегда совершенствовать и себя и ориентируемся на то что происходит вокруг а все мы знаем что сервис это одно из конкурентных преимуществ сейчас для рынка в целом но и доверие доверие это третья ценность компания ашан доверие идет через сотрудников мы здесь доверяем некую такую зону ответственности да есть конечно же скрипты по которым всегда наши сотрудники проходят обучение обслуживает людей и на кассах и в торговом зале но тем не менее если у тебя нет вот этой любви к покупателю конечно сложно все это заменить скриптами для нас наверное здесь очень важна роль лидера лидером на местах являются директора руководители в наших магазинах и других подразделениях и здесь всегда это честная ролевая модель если сам лидер он несет такое отношение такую культуру к покупателю то конечно все сотрудники без прописанных правил скриптов и регламентов понимают какое отношение должно быть к нашим покупателям и в целом к людям именно поэтому ашан всегда уделял и продолжаем уделять большое внимание стажировки и такие стажировки они направлены не только на то чтобы понять как работают наши бизнес-процессы основные а чтобы понять вот этот культурный код научиться побыть рядом с теми лидерами от которых можно вдохновиться поработать рядом и дальше уже когда ты получаешь свое какое-то подразделение в зону ответственности ты понимаешь как нужно выстраивать ты являешься ролевой моделью но вот наверное в этом ключ успеха знаете аж энергия пошла дополнительно в этот момент потому что вы в это явно верите явно можете транслировать себе и своим коллегам вот именно это что еще ашан ритейл россия делает для укрепления бренда однозначно вам как и чар директору нужно вот эти ключевые смыслы передавать и упаковать именно для коллег но как я сказала для нас это стратегический проект и в рамках этой стратегии мы как и чар взяли на себя обязательства по развитию десяти ключевых направлений для нас важно в рамках бренда обязательно рассказывать сотрудникам про стратегию компании почему потому что стратегия как раз является тем вектором куда идет компания что мы здесь мы в россии мы продолжаем развиваться у нас много проектов и здесь очень важно подобрать ключи как доносить эту стратегию до каждого сотрудника другое важное направление мы сказали что мы хотим подчеркивать ценности ашан в наших внешних внутренних коммуникаций и поэтому для нас тоже важно публично сейчас рассказывать о том что у нас происходит какие проекты мы делаем мы активно участвуем в разных премиях для того чтобы профессионалы рынка могли также оценивать профессионально что конкретно мы делаем какие успехи получаем потом для нас также важна автоматизация цифровизация здесь в рамках бренда мы как и чар сказали да мы хотим предлагать нашим сотрудникам действительно удобные цифровые инструменты которые в первую очередь построены на пути сотрудника то есть через путь сотрудника пример там в этом году мы планируем запустить личный кабинет который объединит разные функции и сервисы и позволит нашему как соискателю так и уже действующему работнику получать доступ ко всем сервисам и чар наиболее удобным способом и не только и чар кстати вот так же в рамках бренда для нас важно предвосхищать новые профессии появляющиеся на рынке и и здесь мы знаем что чар стратегия она не существует и не живет сама по себе мы каждый год пересматриваем какие у нас приоритетные проекты бизнеса для того чтобы понять каких компетенций нам не хватает какие новые профессии возможно у нас должны появиться чему мы должны людей обучить и что мы должны развивать и может быть найти какие-то новые таланты здесь для нас что очень важно мы развиваем еком мы развиваем цифровые компетенции и следующее направление для нас это гибкость в структурах в контрактах в подходах мы хотим чтобы наши как раз структуры они были гибкие поэтому в принципе даже в течение года мы постоянно занимаемся орг дизайном чтобы понять кто сейчас нам нужен какие формы занятости и всегда транслируем бизнесу о том что мы открыты абсолютно любым типом контракта мы открыты к любым формам занятости да потому что сейчас вот это понятие кто такой штатный сотрудник кто вообще сотрудник компании оно уже становится очень размытым потому что какую-то функцию тебе может сейчас грамотно реализовать какой-то внешний например да человек стран который пришел на проект где-то это может быть внешний совместитель который приходя к нам в компанию попадая да и совмещая свою работу с какой-то другой работой конкуренты или в другой вдруг понимает как классно в компании ашан я хочу сюда прийти потом прийти работать дальше это поддержание разнообразие что для нас важно мы говорим о том что мы работаем с разными категориями сотрудников здесь и инклюзия здесь и мигранты рекрутных например которых мы в прошлом году усилили впервые начали принимать к себе в штат это особая категория людей и здесь для нас вызов а как адаптировать наши инструменты по адаптации обучение что нужно переводить на соответствующие языки и прочее да это вот работа со всем многообразием которые есть на рынке здесь и возрастные некие цензы да когда мы просто расширяем ранки во все стороны мы берем и молодежь от 14 лет и сотрудники 60 плюс для нас это важные тоже категории дальше следующим направлением важно для нас является как раз развитие ответственности наделение ответственность сотрудников и различные проекты которые способствуют некой такой коллаборации когда люди объединяются из различных подразделений из бизнеса из центров экспертизы для того чтобы сделать какие-то единые проекты ну и также следующим направлением конечно же то о чем говорит весь рынок про удержание талантов и для нас важно работать над карьерными треками чтобы каждый сотрудник понимал как он может развиваться в компании где он может применить себя для того чтобы ему действительно было интересно и здесь также для нас важны развитие лидерских компетенций потому что сейчас в рамках той неопределенности в которой мы уже живем постоянно становятся востребованными совершенно немножко другие типы лидеров которые готовы работать уверенно вот в этих условиях и последнее направление для нас конечно важно работать над признанием каждого сотрудника и здесь гарантировать действительно конкурентное вознаграждение которое будет интересно для каждого и предоставлять тот социальный пакет который действительно интересен для каждого сотрудника управлять вознаграждением гибко управлять вознаграждением это что для вас сейчас вот в текущих условиях как ранее сказала если раньше работала система вот таких классических исследований когда каждый работодатель на рынке принимал участие в исследованиях глобальных обычно они происходят один раз в год после этого оценивал свое позиционирование и в какую-то единую дату принимал решение где как будет распределен бюджет какие инвестиции должны быть то сейчас мы все поняли что это больше не работает потому что можно один раз в год что-то пересмотреть а дальше уже завтра что-то случится и если ты не предусмотрел какой-то резервный бюджет соответственно сотрудники просто уйдут из некоторых категорий поэтому для нас гибкое вознаграждение это система управления бюджетами инвестиции в людей в течение года без какой-то единой определенной даты для того чтобы можно было щупать рынок вот с такой достаточно часто периодичностью и понимать где как изменился контекст какое новое предприятие открылась какая тенденция по заработным платам и так далее и для того чтобы покрывать эти риски важно управлять этим бюджетом ну буквально ежемесячно и где-то даже на еженедельной основе а для этого должна быть выстроена стратегия в общем-то в рамках которой мы и пошли на этот год раньше сотрудники ашан ритуалы россия были акционерами компания эта система еще действует как с ней мы завершили эту систему в 2023 году и приняли для себя решение что вот те бюджет которые мы тоже инвестировали на такую мотивацию мы их распределим немножко в другом контексте в другие области для того чтобы вознаграждение оно для вот базовых сотрудников не имело какой-то длительный срок да а имело более краткосрочный период потому что вот реалии сегодняшнего дня они как раз и призывают к тому чтобы где-то сотрудник видел здесь сейчас и мог ощутить да какую-то дополнительную поддержку поэтому в прошлом году мы да выплатили разблокировали все акции и сделали эти выплаты сотрудникам словно там держим синицу в руке да то есть уверенность конкретно сейчас в этом дне но можно и так сказать но и с другой стороны если сказать честно этому предшествовали и изменения политические да где какие-то ранее доступные инструменты мы уже больше реализовывать не могли да да моя идея для бизнеса есть у вас такой проект как управляете и как он способствует решению вашей к черте задач да мы стали проводить такой конкурс вот уже несколько лет назад впервые запустили что это за проект такой это проект который как раз способствует интерпренерству когда каждый сотрудник имея какую-то инициативу проект который может предложить он может в рамках заявленных тем которые выбираются так скажем лидерами того или иного нашего бизнес формата предложить свою идею и наверное ну можно сказать на рынке у многих есть такие проекты многие используют какие-то платформы специальные так далее для сбора таких идей в чем я считаю есть уникальность нашего проекта так это в том что в сотрудник чья идея победила выиграла он не просто получает какой-то день денежное вознаграждение он дальше становится участником реализации этого проекта то есть мы реально объединяем в групп таких людей кто выступал с инициативы и победил дальше проводим специальное обучение по проектному менеджменту включаем их в рабочие группы для того чтобы они сами видели а как та или иная идея реально может дойти до реализации и для нас наверное самое важное в этом проекте чтобы это не выглядело ну вот как красивая какая-то обертка упаковка что мы вас спросили а потом ничего не сделано нет для нас важно эти идеи доводить до финала и потом также транслировать на уровне компании что удалось и сделать благодаря вот таким инициативам иногда это какие-то точные да вот такие важные моменты что можно улучшить иногда это больше такие глобальные проекты в которые вот входят эти отдельные инициативы мужчина я чувствую что это очень здорово когда ты какую-то идею но и носишь но там сам лично это сделать не можешь она когда на уровне компании когда подключается несколько людей там или команд и вдруг это получается же вообще наверняка так вдохновляет людей однозначно и вот к этим проектам мы подключаем из команды нашего проектного офиса менеджер по проекту которые в общем-то уже профессионально сопровождает этот проект и конечно же участник который когда-то там заявил о своей какой-то идее ли это группа людей они видят как реально все это воплощается все они видят методологии своего рода они получают какую-то другую компетенцию в общем-то профессиональный такой проектный менеджмент а как вот ту самую идею реализовать в общем-то уже в действии иногда конечно мы сталкиваемся с такими инициативами которые например кто-то предложил в одном из регионов а на самом деле уже в каких-то регионах это уже реализовано или где-то на уровне компании проходит какую-то стадию для воплощения тогда для нас это тоже такой позитивный светофор который говорит о том что да вот вы здесь что-то делаете но вот в целом то некоторые об этом не знают и для нас это такой повод для коммуникации как донести те важные проекты о которых может быть к сожалению пока не все знают или там очередь просто в реализации не дошла он и в том числе что это точно в контексте что это действительно нужно вашей компании то есть если несколько разных людей городов об этом захотели да и соответственно может быть пилот который может быть мы не стали серьезным образом раскатывать уже точно пойдет уже про реализацию на все города но тоже такой момент интересный какие метрики чар-брэнда вы отслеживаете все таки есть четко к пиа и которые нужно тоже исполнять поделитесь пожалуйста что в фокусе внимания конечно для нас важна штатная численность с учетом того что рынок такой волатильный да мы смотрим насколько велика усилилась текучесть как мы можем покрывать или нет рекрутментом но и не только рекрутментом различными формами занятости на рынке потому что сейчас все большим фокусом становится на некий такой общий процент покрытия вот тех необходимых ресурсов бизнесу поэтому делаем фокус на это отдельно смотрим в рекрутменте все те категории вот о разнообразии о котором я говорила да сколько у нас сотрудников с инклюзией сейчас сколько мы приняли молодежи все это смотрим в различных там деталях и форматах чтобы подсветить на уровне цифр да кто действительно успешно реализует эти практики а кому нужно подтянуться смотрим здесь категорию людей с возрастом да свыше там 60 лет потому что для нас это тоже важный фокус и мы всегда говорим об открытости а дальше в цифрах можно понять кто действительно открыт кому еще предстоит над этим работать категорию мигрантов да отдельный фокус сейчас категория вернувшихся сотрудников да опять-таки кто-то более успешно работы кто-то нет это тоже про бренд насколько интересно до сотрудникам вернуться в то или иное подразделение так далее также отслеживаем метрики по среднему стажу работы смотрим с каким стажем сотрудники покидают компанию это хорошо коррелирует с нашей производительностью чтобы нам понимать а уходит ли от нас эксперты или все-таки уходят люди там с начальным небольшим стажем работы в компании вот но и конечно смотрим отдельно текучесть людей до года работы для нас это все-таки новички и здесь на основе этой текучести тоже выстраиваем изменения в своих инструментах адаптации для того чтобы люди могли более успешно интегрироваться к нам но с другой стороны есть всегда зависимость чем больше мы открыт к рынку абсолютно разным категориям и так далее тем больше работает история с текучестью первого года жизни ну и на данный момент где-то около половины людей которые приходят к нам работать и стаж работы до года покидают компанию вот и в целом такой процент это около 24 процентов людей со стажем до года то есть все-таки остальную часть составляют люди с экспертизой с опытом работы и это наш в общем-то костяк на который мы им всегда опираемся также для нас важен процент внутреннего продвижения мы смотрим насколько активно мы работаем с внутренним наймом чтобы опять-таки способствовать продвижению в первую очередь своих сотрудников и здесь мы тоже можем констатировать за прошлый год у нас очень хорошие цифры на 30 процентов мы подросли в решениях о собственных персонала да когда мы принимали решение отдавая все-таки прерогативу нашим сотрудникам закрывает свой кадровый резерв также конечно же для всех предприятий и для нас также это процент вовлеченности сотрудников но здесь вашан всегда если сравнивать нас с рынком ритейла в россии и в принципе с международным рынком у нас всегда эти показатели были выше рынка конечно в общем то показатель по вовлеченности он и барометр сам он дает много инсайтов с точки зрения исследования и каждый раз мы работаем над фидбэком который нам дали сотрудники для того чтобы выбрать приоритеты на следующий год что нам нужно лучше что проработать вот чтобы в общем то люди с нами дольше работали и были удовлетворены дарья еще один вопрос касаемо молодых сотрудников все-таки вы уже говорить о том что вас там есть кто давно работает но для всех становится с задачей вовлекать молодых сотрудников как вы с этой задачей работаете насколько молодые сотрудники к вам приходит давайте начну наверное самого интересного у нас такая наша молодежь начинается детского сада мы делаем фокус на наших детей сотрудников и вот например в прошлом году мы делали такие массовые экскурсии везде во всех подразделениях куда приглашали детишек наших сотрудников это какие-то ошеломляющие цифры то есть например там в одной логистике в москве к нам пришло там более 200 детей это только один формат а так очень большие потоки были это знаете как возможности с детских лет посмотреть первое а чем занимается твоя мама или папа и почувствовать вот эту гордость а что это за профессия что там такого интересного делает да чтобы развеивать мифы а что сейчас происходит в торговле но и второе это некий такой зазор на будущее хочу ли я а интересно ли мне да тоже работать вот в таком направлении второй наверное момент это школьники и здесь у нас очень много проектов в нашем фонде поколения ашан совместных которые мы делаем со школами по всей россии и даже в тех регионах где мы не присутствуем где мы охватываем вот такие программы где рассказываем про правильное питание и так далее дальше приглашаем на экскурсии в наши магазины чтобы посмотреть как выглядит ритейл изнутри это тоже всегда очень интересно проходит в игровой манере так далее следующая для нас категория это тоже уже дети сотрудников которые выросли и в этом в прошлом году у нас был такой наверное интересный проект для всего ритейл потому что мы одни из первых стали брать эти категории от 14 лет до 17 и более 450 сотрудников мы привлекли начиная с мая по сентябрь вот такая летняя практика и в основном конечно это были дети сотрудников и их друзья и для нас как для ритейла это стало вот таким вызовом нового поколения в чем потому что эти дети имея вот некий такой некий такой плацдарм доверия до со своими там близкими с родителями они могли нам приоткрыть глаза на какие-то вещи ставшие для нас там очевидными и банальными а как это можно делать по-другому как это можно делать эффективнее и так далее и сплошь и рядом мы получали эти истории что вот как здорово пришел например там ребенок одного из руководителей сотрудников и вдруг он открывает какие-то возможности часто это какие-то технические а что можно делать по другому для нас это стало очень такой хорошей практикой мы будем это продолжать для того чтобы вот такая возможность она все более популярной была для молодежи следующая для нас категория это в принципе дети которые учатся в сузах и вузах и здесь в этом году мы планируем запустить две интересные программы которые мы подготовили с партнером с future today для того чтобы в игровой форме рассказывать о том что с себя представляет компания ашан и какие интересные кейсы можно предлагать чтобы вовлекать эти аудитории молодежи в то чтобы приходить и узнавать а как в реальности все это работает у нас становясь частью нашей команды ну и наверное там такое последнее направление про молодежь это работа уже с вузами здесь у нас есть такие партнерские партнерские программы с нашей школы высшей экономики и с ранхикс то есть на базе вот таких ключевых партнеров мы сейчас выстраиваем наверное такие коллаборации по разным разным темам понимая а как может работать это партнерство не просто в позиции того что например у нас есть лекторы а это так и есть которые приходят и читают лекции для студентов рассказывая о том а как в реальности работают ритейлы что происходит внутри но также и по различным другим тематикам мы здесь хотим формировать эти партнерства например свыше школы экономики мы в этом году в рамках летнего лагеря запускали обучение по повестке из джи где наши эксперты собственно говоря тоже рассказывали ребятам а как это работает в реальности ну и дальше мы всегда вот такие тренды выявляем и продолжаем это сотрудничество чтобы для нас это не было каким-то разовым проектом а что мы можем дальше делать и больше скажу вот в этом году мы вовлекли например студентов высшей школы экономики в наши какие-то глобальные проекты например мы развиваем в рамках повестки устойчивого развития проекта вторая жизнь вещей и здесь мы привлекли тоже студентов для того чтобы они нам сказали какие могут быть идеи у ашана да в этом направлении но и не только здесь в общем-то очень обширная у нас такая программа коллаборации то есть готовите себе кадровый резервы начиная с детского возраста да хорошо есть еще один вопрос который связан именно с тем чтобы быть в контексте всего вы точно как бы общаетесь с коллегами по рынку вот скажем так с кем обмениваетесь откуда добираете еще какие-то идеи вдохновляетесь да как устроено сейчас у вас вот это внешнее общение с ну вообще с миром да и чар из других там отраслей возможно да ну конечно у нас есть множество ассоциаций где мы входим и являемся партнерами полноценными здесь это касается и закон творчества иногда да и решение каких-то общих вопрос серии ритейла это не только и чар это именно около и чар до темы различные ассоциации сообщества кроме того мы активно участвуем в различных конференциях отраслевых конференциях и межотраслевых здесь это связано с развитием экспертизы и чар проекты но и также иногда это отдельные темы связанные с автоматизации сайте также мы являемся участниками различных чатов сообществ в ритейле и не только в ритейле действительно участвуем в каких-то закрытых встречах где можно в такой более колуарной атмосфере закрытой обсудить а как в реальности происходит и что работает что нет чтобы подчеркнуть какие-то практики и в принципе у нас очень развитые сообщества комьюнити вся моя и чар команда в принципе знает рынок это не только ритейл это разные отрасли виды бизнеса для того чтобы общаться обмениваться практиками и по сути мы сами активно участвуем на конференциях рассказывая своих бизнес-кейсах обычно после этих конференций во-первых очень большой круг общения да где дальше уже выстраиваются вот по отдельным проектам взаимоотношения а как у вас какие кейсы можно почерпнуть и это не всегда только ритейл то есть это в принципе вообще общий рынок также мы являемся участниками клуба и чар клуб как делать соответственно который тоже позволяет при необходимости использовать любые контакты с любых сфер бизнеса и так далее но еще по и чар мы делаем такие большие референс визиты командой когда прямо договариваемся с партнерами рынка вот последний раз мы смотрели вот у коллег в еврос паре как все устроено и происходит и здесь тоже такой честный диалог который потом распадается по каким-то центром экспертизы чтобы смотреть у кого как организован до этого мы были в одном из банков то есть здесь абсолютно могут быть разные сферы мы смотрим хорошие практики на местах ну и сами всегда очень открыт к тому чтобы к нам пришли готовы делиться и честно тоже рассказывать потому что не всегда это может быть успех иногда это ну какие-то выводы и ошибки которые тоже мы можем порекомендовать там да как их избежать но здесь вот в этом моменте я наверное обращусь в очередной раз к нашим зрителям знаете вот эти антикейсы вот эта вещь которую конечно мне очень трудно добывать когда мы вот готовим мероприятие но про антикейс очень конечно хотелось бы знать ну и ведь я уверена что если вы знаете что это не взлетело если бы вот этот танки антикейс был зарассказан условно вам бы было чуть чуть легче в будущем может быть просто не совершить ошибку так что делитесь антикейсами в том числе вы знаете я вот сейчас даря все что слушаю я понимаю сколько всего делаете но руки должны быть сколько у вас сейчас людей работает подразделение и какие роли они исполняют потому что чувствую что тут не только классический кадровый учет классическое этом управление чар ну там по моему смм специалисты нужны но смотрите глобально во всей дирекции по персоналу здесь я говорю и о магазинах и о подразделениях бизнеса и сервисных служб около 400 человек вот на компанию где около 3 до 30 тысяч сотрудников и здесь какие направления включает в себя чар дирекция конечно это все что связано с привлечением подбором и брендом потом следующее направление это адаптация обучения развития дальше это все что связано с кадровым администрированием с вознаграждением с юридическими вопросами с расчетом заработной платы да с аналитикой соответственно и чар индикаторов и дальше четвертое направление с точки зрения центра экспертизы это коммуникации внешние и внутренние это повестка устойчивого развития до повестка из джи и фонд поколения ашан который тоже вот курирует дирекция по персоналу и еще отдельный блок связан с проектами с проектами и чар и здесь интересно что это не только чистые чаровские проекты например там понятно одно из направлений это автоматизация в и чар а вот второе тоже большое направление которое курирует и чар это продуктивность и здесь все что связано с производительностью и чар является выполнять такую роль проектного менеджера который объединяет все функции подразделения чтобы понимать что мы делаем в бизнесе для того чтобы упрощать процессы и тем самым влиять на высвобождение рабочих рук и правильно использовать человеческие ресурсы вот про smm и так далее да это тоже частично у нас распределено есть и smm в маркетинге но есть и в чар это то что связано с работой в соцсетях и это подразделение которым занимается бренд до наш бренд работодателя и здесь у нас тоже много что есть есть и своя страничка вконтакте работа вашан через которую мы транслируем в том числе взаимодействие что происходит в компании для разных аудиторий которые уже покинули компанию знаете чтобы оставлять вот такую вот ниточку для того чтобы понимать а что там внутри и создавать эти правильные эмоции даре ну и финальный вопрос и такие все-таки общего может быть глобального какого-то видения какие тренды будут определять развитие рынка труда в текущем двадцать четвертом году на ваш взгляд ну конечно те вызовы которые мы затронули до нас ждали в прошлом году они никуда не ушли и дефицит он только усугубиться и здесь значит что каждый работодатель и в первую очередь будет работать с удержанием персонала потому что все уже поняли на рынке что удерживать дешевле чем нанимать и есть вероятность что если сегодня не удержишь что завтра просто никто не придет вот конечно же это усиление гибкости вот в рамках стратегии вознаграждения вообще в принципе в подходах к трудоустройству да все таки это рынок кандидата но не все еще поняли работодатели то есть здесь есть конечно тенденция что все больше мы можем будем адаптироваться индивидуально каждому человеку который к нам пришел и по сути каждому человеку который к нам дошел мы должны предложить что-то встроить согласно его интересам в нашу повестку это тоже такой вызов для работодателя конечно все будут продолжать работать надо усилением бренда потому что это просто точка фокус маячок чтобы кандидата к вам изначально попал будет усиливаться повестка вот этого многообразия готовности к работе с разными категориями и здесь мы говорим не только про персонал российской федерации да но и мигрантов и вообще в принципе различные типы категорий и здесь очень много работодателей будут работать в том числе и с готовностью лидеров до брать в команды к себе людей совершенно разных значит и чар повестка она еще в этом да как подготовить свои команды как быть к этому готовыми если мы в прошлом году все изучали на рынке кейсы полосатых воротничков до трудоустройства заключенных дальше пошли многие еще дальше мы можем предполагать что все сферы все так скажем наверное возможности по человеческим ресурсам точно будут задействованы конечно же будет продолжаться тренд на вовлечение персонала в том чтобы показывать насколько важно быть именно в этой компании почему там не стоит переходить может быть даже и кому-то да сейчас мы видим что тенденция с отзывами с тем что происходит внутри компании она в принципе очень важна поэтому работодатели будут продолжать над этим работать но и глобальный такой тренд понятно что сейчас каждая организация она видит решение вот этих проблем связанных с эффективностью в автоматизации в цифровизации но и значит это потребует развития новых там цифровых компетенций у все больше аудитории вот и также правильные инвестиции бюджетов потому что вот таких бюджетов больших на рынке нет да не по крайней мере не у всех будет точное инвестирование в те или иные области и та компания которая ну наверное сделает правильное соотношение инвестиций как людей так и в технологии определенных сферах она будет побеждать ну и про неопределенность в общем то неопределенность как говорили стал уже трендом поэтому и чар должен способствовать к росту лидеров этих компетенций нет компетенций как в этом работе как в этим управлять ну и технологии конечно без них никуда они будут все более востребованы и те кто строит наиболее успешные модели управления данными конечно они будут выигрывать потому что у них более такая реальная аналитика до будет способствовать к тому чтобы принимать наверное более взвешенные решения но и перед эчар это основной вызов где тот баланс про людей и про бизнес он как бы остается это много слышали про заботу про валбейнг и так далее но казалось бы сейчас это тоже неотъемлемые части для того чтобы персонал был с нами но с другой стороны всегда есть интересы бизнеса и здесь их нельзя не учитывать при вот таких резких колебаниях и в затратах на персонал и в ресурсах поэтому вот эчар он будет находить такую золотую середину да да спасибо большое такой обстоятельный подробный разговор у нас получилось и вот наверное самым завершающим предложением от меня я бы хотела наверное чтобы вы обратились к себе к своим коллегам как по отрасли так и в сети с каким-то там пожеланием на ближайший там год-два и с таким вдохновляющим призывом к каким-то задачам свершением действиям по возможности ну наверное основное что движет нами это любовь к людям она никуда не ушла я думаю для нашей отрасли это было остается важным поэтому у меня основные пожелания делиться друг с другом все время находить новые вызовы вдохновение быть на драйве и любить свою профессию в общем то общаясь друг с другом будучи открытыми к тому чтобы обмениваться кейсами опытом мы любую задачку я думаю решим ну а если говорить о своей команде я знаю что очень много разных сюжетов у нас все время изменяется в течение года очень много событий происходит но тем не менее я всегда вижу эти горящие глаза желание что-то попробовать что-то потестить и вот самое главное наверное сохранить этот дух экспериментаторство и любовь к тому что действительно можно всегда в любой ситуации найти любое решение дарья спасибо еще раз обстоятельно получилось интервью много ответов на непростые вопросы рада что получилось пообщаться коллеги я рада что сегодня получилось поговорить именно о стратегическом виде на развитие ашан в разрезе персонала ну много ответов фиксируйте для себя дар еще раз спасибо за общение до свидания спасибо такое интервью сегодня получилось диалоги ритейли продолжают свою работу и изучайте наши материалы на сайте retail.ru смотрите наши видео на канале youtube и до встречи в следующих эфирах до свидания путешествий у нас в следующих эфирах до свидания